Меня зовут Евгения Федоровна, менеджер по стратегическим затылкам кластера России и Польши друг компании Novartis. Давайте познакомимся, расскажу немного о себе. Собственно, почему я здесь? Потому что я уже 15 лет работаю в армии с перерывом на один год, когда мне удалось поработать в российском холдинге «Вертолёты России», поэтому я знаю страшное слово «ЕПОС» и красивое сочетание лопасти рулевого вида. Я 6 лет в закупках, с перерывом как раз на год в «Вертолётах России». Ну и специализируюсь на категории на менеджменте и повторяю на оптимизацию закупочных процентов и процедур в компании. Немного лично о себе. Я читаю около 100 минут в год, это моё хобби. Обычно на этот момент меня просят что-то порекомендовать, я подготовилась, поэтому рекомендую вам все навыки в «Высокоэффективных людей» Стивена Кови, в нашей губле. Бег и йога – это моё хобби, к сожалению, с бегом в этом году прям совсем всё плохо из-за коронавируса, но я таки пробежала 11 километров суворовских карьерах, если кто-то там не был, прям рекомендую, очень классное место, красиво бегать. Там, знаете, ты больше из серии станешь человеком, когда ты изъява, пытаешься подняться в гору. Ну, в общем, это классно, очень драйвово. Бесконечно занимаюсь самообразованием, курсом тренинг, где мой обладатель всячески способствует. Ну и, соответственно, я как аккумулирую все вот эти вот свои знания, у меня есть потребность их выдавать, я ещё отчасти пойду сегодня здесь. Вот, соответственно, я ещё и с радостью принимаю сегменты, которые ко мне приходят и просят делиться опытом в закупках, ну и, собственно, просто в бизнесе, с которым я уже 15 лет. Дальше. Немножко опробу моего работодателя, которого я здесь сегодня представляю. Навартис – это вторая в мире по увеличению фронтистическая компания. Информации по ней очень много. Так как уже мне тайминга, я эту часть пропускаю, соответственно, можете в интернете посмотреть по этот портфель огромный. Навартис – это фактически все категории рынка закрываем. Это единственное слайд с цифрами. Все остальное я буду проговаривать, называя его на форуме общественного мнения про то, что коронавирус, ну, потому что я буду рассказывать про то, как мы диджитализировались, коронавирус этому прям, ну, очень поспособствовал. Это топ-3 значимых событий для россиян наравне вот с очень такими олимпийскими играми. Так, теперь про то, как мы уходим постепенно в цифровое пространство. Начали мы это примерно года два назад, когда в какой-то момент мы поняли, что неэффективны абсолютно наши брифинги поставщиков личные. Да, у нас бывают тендеры разные. Я сейчас покрываю категорию маркетинг, но, в принципе, у нас есть производство и все, что не маркетинговой категории. Поставщиков бывают в тендере от 2 до 15. Затем, ну, это в среднем, да, бывает, конечно, и больше, бывает, ну, меньше, и буквально не бывает. Соответственно, если мы почитаем, переведем в черты, нам нужно прогрековать каждого поставщика, ну, хотя бы час времени уделить это два рабочих дня менеджера по знакомкам и внутреннего клиента с перерывом наверх. Это очень долго и вообще нерационально. Значит, что мы сделали? Мы перевели этот брифинг в формат вебинаров. Ну, собственно, как проходят наши вебинары? Я получаю бриф от моего внутреннего клиента. Мы его вместе рассматриваем, потому что я подозреваю, что если я в нем что-то не поняла, то и поставщики могут что-то не понять. Вот. Мы его накручиваем, засылаем поставщикам и даем вам примерно неделю на обновление с данным брифом и написанием вопросов, которые они присылают мне. Я их концентрирую и отправляю его внутреннему заказчику, чтобы он подготовился к вебинару. На вебинаре про всех ньютин. То есть у нас приходят все поставщики. Мы просим их не логиниться под именем, фамилией, не писать ни в коем случае название компании. Хотя бывают такие тендеры с очень узким рынком. И они как-то все понимают, кто там присутствует. Но мы для собственного спокойствия просим их не писать компании. Всех ньютин. Бывают, конечно, технические нюансы, когда мы не замутились они мною или кем-нибудь своих коллег. В таком случае я просто просто прошу их не задавать вопросы, а писать вопросы в чате. Соответственно, в течение часа или полутора вещает наш спикер, который рассказывает внутренний заказчик, который рассказывает о том проекте, о его целях, о том, что мы хотим достичь, какие у нас показатели, как мы будем отбирать поставщиков, по каким критериям, сколько мы их возьмем в этот проект, если это очень сложный проект. Дальше мы задаем свои вопросы. Если внутренний клиент на них не ответил в течение своего брифа, они задают свои вопросы. И, соответственно, письменно в чате получают один ответ. Ну, собственно, про экономию времени я сказала. Еще большой плюс этого подхода в том, что мы знаем, что наши подписчики слушают одно и то же. Они, вероятно, услышат все разные. Потому что мы все разные, воспринимаем все по-разному. Но, по факту, мы всех прогрифовали. Они все находятся в одной посреде. И все услышали заданные вопросы, которые не задали они, и ответы на эти вопросы. Поэтому мы спокойно отправляем их уже на неделю дорабатывать коммерческое предложение. И потом уже, при необходимости, формируя шортлин данного тендера, мы можем с ними общаться уже лично. Ну, при этом, как я уже сказала, порядка 15 часов личного общения мы сэкономим. Так. Дальше. Электронная система, в которую мы пришли на два месяца, чем в нашу жизнь пришел к ковид. У нас до этого было много попыток перевести эту электронную систему. Был даже опыт, когда мы собирали какие-то миксельские таблички, сравнивали, искали, где там подешевле, где подороже. Это, в общем-то, очень удобно. Поэтому сейчас я вкратце расскажу вам про потрясающее решение, вот этот инструмент САПАРИБА, который помогает, во-первых, проводить тендеры, фиксировать тендерные процедуры. Он очень при этом удобен. Значит, что мы там делаем? Мы делаем там электронные аукционы, мы делаем там динамичные рэппеты. Я чуть-чуть остановлюсь подробнее, потому что это вообще потрясающая вещь. Также является хранителем всей информации о поставщиках компании Navartis по всему миру. То есть, в принципе, если у меня есть необходимость прийти к поставщику, допустим, не из России, а, допустим, мне нужен поставщик из Лондона, из Великобритании, я найду его по названию, и контакты хранятся в системе. Также система хранит большое количество аналитики, хранит все данные по поставщикам, по всем тендерам. Соответственно, все это погружается туда, ну, не в один, конечно, клик, но очень легко. Так, вкратце, у нас есть два вида тендеров. Это тендер на вхождение в пул. То есть, у нас есть пул своих поставщиков, которых мы глобально тендерим на всю компанию, куда входим несколько бизнесов, и к которым мы можем обращаться. Внутренний виден, это по нашим внутренним процедурам от 3,5 миллионов мы обязательно должны проводить сравнение всех поставщиков и обязательно все это делаем на площадке. То есть, у нас стопроцентный таргет по проведению всех тендеров на данной площадке. Ну, поставщиков там более тысячи, да, и пользователи от закупок, ну, если брать услугу компании, то, ну, в принципе, нас там тоже разумно много. Электронные аукционы, вы, наверное, с ними со всеми знакомы, там присутствуют все варианты, которые есть, и японские, и английские. То есть, вы выбираете просто под свой запрос и его, соответственно, в электронном виде проводите. Я, к сожалению, не могу показать вам, как классно это выглядит внутри, потому что, когда я делала это первый раз, я делала как раз, давайте я вам конкретно конкретно расскажу, я выбирала поставщиков на креатив, на большой креатив. Вот, кажется, поставщики, которые делают на рекламу, которые потом показывают на теле. И у нас, в принципе, 4 колдинга, с которыми мы можем работать. И у каждого колдинга, как бы, у них структура одинаковая, да, у них, кажется, есть рейткарты на позиции, соответственно, там много специалистов, но всего 10 позиций и стоимость этих специалистов в час. Соответственно, мы внесли всем поставщикам в систему, они внесли свои первоначальные ставки, потом мы запустили аукцион, и дальше ты такой сидишь, подбиваешь копеек, у тебя, значит, 10 этих строчек, 4 поставщика, которые заходят, и с периодичностью, там, вот, у них есть чат, то, чтобы опуститься в цене и дать оптимальное предложение, они нажимают кнопочку и делают новые предложения. Ты просто видишь график, как у тебя выставщики опускаются, видишь, ты такой выходишь врач, и думаешь, «Давай, давай, еще выпуск, классный, вы хотите собрать, но опускайте». В общем, это правда очень здорово, но, к сожалению, я не могу бы этого показать, потому что это внутренняя, закрыта информация в компании. Есть динамический РАФПИ, это то, про что я хочу рассказать вам немножко подробнее. РАФПИ – это наше предложение, да, когда поставщик приносит вам уже цены, данный разный товар, весь рукой кейс. У нас есть еще одна категория, в которой нет диджитал категории, в которой порядка 64 строчек и 15 поставщиков. Вот здесь сложно, потому что за час они не в состоянии просто опуститься по каждой строчке качественно, вообще ее проработать. Динамический РАФПИ – это когда поставщики уже сделают вам предложение пациент, но вы даете им, например, неделю или две, ну, в зависимости от ваших строков и количества позиций, которые загружены в систему, где они начинают торговаться со своими же ценами. То есть, что они видят, они находят в систему, видят свой ранг по отношению к любимым поставщикам для каждой позиции. Дальше, при необходимости, если они хотят остаться в пуле, они всегда понимают, что цена является одним из критериев, да, в нахождении пули, они начинают постепенно опускаться. Вот, соответственно, вот за этим мероприятием можно наблюдать недель, можно дверь, они качественно прорабатывают, у них не возникают вопросы, они вам звонят, вы на них отвечаете, ну и, в общем, все довольны. Если в цифрах, то вот на втором примере, на динамическом архиве, на следующий год потенциальных сейлингов мы сделали от 7 до 23%, ну, в зависимости от того, кого из поставщиков будут выбирать на определенные категории, те, кого могут. То есть, мы провели динамический архив, зафиксировали цены, и с этими ценами идем в прошлый год, они ниже по отношению к ценам 2020. Соответственно, это вот наши методологи расчетов цены на следующий год. Цены, кстати, все тоже фиксируются в архиве, что очень удобно, потому что, ну, собственно, создается вся история полностью. Так, ну, дальше пришел к нам COVID. Что изменилось для компании, что изменилось для закупки? Я вам вкратце скажу, что для галактической компании это был, на самом деле, большой удар, потому что основная работа – это медицинские представители, которые ходят ко врачам на личные визиты, они потеряли эту возможность. И это мероприятие, которое проходит в онлайн, это большие конференции, где мы предоставляем свои препараты, как представленная компания. Соответственно, это все тоже прекратилось. Поэтому перед закупками, перед компанией стал вот такой челлендж, то есть если мы раньше потихонечку… Форма, в принципе, такая, скажем, не очень шутрая в этом плане, то есть мы очень аккуратные, мы очень законодательством со всех сторон ограничены. То есть здесь у нас появилась необходимость прямо, ну, как идти в диджитал. То есть здесь уже есть варианты. Если раньше, допустим, мы… Что мы делали в диджитале? Вот давайте мы поменяем… Пойдем к тиндзму, ну давайте, пойдем к тиндзму. Давайте вот вместо Excel мы это сделаем. Ну давайте сделаем. И сейчас все как бы это уже не то, то есть это уже онлайн-визиты, это онлайн-конференции, онлайн-мероприятия, которые мы должны были направить. Ну и плюс там некоторые, скажем так, моменты технические по тому же сбору согласия врачей, к которым мы могли потом в онлайне обращаться. Это мой любимый слайд, и у меня есть потрясающая история, кто быстро переопустит, тот обижал. Это вот то, что случилось на нашем рынке. Значит, пришла ко мне компания, которая как раз занимает организацию этих вот мероприятий, оффлайн, говорит, у коллеги, смотрите, вот у нас такая ситуация, все обвинилось, всех посадили дома, мы как бы не можем ничего делать, вообще сейчас у нас всех уколят, что вот давайте мы вот сейчас обвиняем ваши мероприятия, и нам нужно заплатить комиссию. Мы, значит, поразмыслили, решили так, что сначала мы заплатили комиссию за то, чтобы нам организовали эти мероприятия, теперь мы сейчас заплатим, чтобы нам их обменили, а дальше мы пойдем, как бы, и когда все это закончится, я в первом смысле верю, что это все закончится, потому что мне очень не хватает людей, живого общения, я прям уже устала от этих говорящих голов в ноутбуке. Вот, я вот прям счастлива, что вы здесь сегодня, и я здесь сегодня с вами, хотя могла бы отвечать онлайн. Да, и, наверное, чувствовала себя очень более уверенно и спокойно. Вот, ну а anyway, значит, я говорю это, коллеги, смотрите, как мы заплатим вам третий раз уже комиссию за то же мероприятие, так, давайте, смотрите, что сейчас на рынке происходит. Ко мне приходит организатор огромного нацистического форума и просит у меня контакты поставщиков, которые могут организовать, которые могут перенести этот форум из оффлайна в онлайн. И это можете быть вы, коллеги. Вы сейчас у меня бросите рыбу, а я вот вам даю удочку. Вот, если вы сейчас не переобуетесь, вы уйдете с этого рынка, вы на нем не выживете. То есть, есть кто, кому повезло, это дешевого агентства, которые по ним поднялись, понятно, потому что не все повалили, потому что тут уже были возможности, они уже были подготовлены. И если агентства по организации мероприятий не подхватили вот эту волну, к сожалению, да, действительно, они потеряли больше всех эти права. Что изменилось в коммуникации? Так как тема моя, в принципе, про цифровое развитие на форуме школ, да, и, значит, общение с ними в цифровом мире. Все осталось как прежде. У меня же прекрасная картинка. Вот. она характеризирует людей, которые у меня работают, которые мои внутренние клиенты, которые всегда говорят мастерщикам, что, ребята, все нормально, да, мне все нравится, да, вот приходит Женя, пожалуйста, уберите у вас защикать пол, он вообще глупый, без вкуса, без цвета, без запаха, посмотри, что он нам принес. Что делать за кубки? Я вот, как бы, значит, у меня вот этот вот человечек с усами, это мой с паром, это мой внутренний клиент, который очень недоволен тем, что принес ему вот этот товарищ креативный, да, потому что, потому что товарищ с паром не захотел нормально объяснить поставщику, что он хочет, а поставщик сказал у отверстики дедлайна, маленький бюджет и вообще, что вы, что вы, дурацкий бюджет у меня принесли, но ничего не понятно. В этом же по закупкам понимания моего работодателя, да, и моего внимания, за что, собственно, у нас случилась эта синергия, это как раз та синергия, которую мы подстраиваем между заказчиком и между поставщиком. Как это происходит в онлайне или в онлайне, без разницы, то же самое. То есть сейчас что вы делаете? Сейчас ко мне приходят недовольные клиенты. Я собираюсь в обратную связь. Я возвращаюсь в обратную связь к поставщику. Мы проходим с ним по всем пунктам, структурируем эту обратную связь, разрабатываем девелопменты в неком план, да, план по улучшению его, поставки его продукта или сервиса, что он поставляет. Дальше на первую встречу. Мы работаем в программе TEAMS. Мы уже искать бизнес. В TEAMS это очень удобно. TEAMS в принципе можно одновременно вместить от двух тысяч человек, это проверено на практике. Мы встречаемся, включаем камеры, чтобы все друг друга видели, чтобы создать некое, знаете, живое ощущение, которого не хватает, оно на самом деле очень помогает. И дальше поставщик рассказывает, ну, посыпает голову пеплом, интересно, да, и, значит, рассказывает заказчику, как он будет исправляться. Когда он исправ... Заказчик подтверждает, да, все, маленько, мне нравится, вы классно придумали, давайте. Через месяц мы с ними встречаемся и обсуждаем, насколько они нам оптимизировали все эти процессы. Ну, собственно, я думаю, что вы понимаете, да, что ничего не изменилось, просто мы теперь встречаемся вот этими вот говорящими головами и звонбуком. Так, ну и что ценно? Здесь, знаете, я вам посоветую сейчас еще одну книгу, потому что я очень хорошо с ним подготовила. Книга называется «Экономика впечатлений». Если раньше мы ждали, что... Это книги, да. Это не я придумывала эти книги. Если раньше мы ждали, что поставщик нам просто принесет классный сервис или продукт, да, за приемлемые ценки, цены в рамках рынка и за классные сроки, то в какой-то момент нам стало этого мало. Мы хотели, чтобы продукт давал еще впечатление, да, и, соответственно, как бы мы этого ждали, это очень плохо. Но теперь этому очень поспособствовал ковид. Мы с вами просто не платно перешли, а мы с вами прыгнули в эру трансформации. И если поставщик не приносит вам никаких трансформаций, то брошется на такому поставщику. Ну, например, давайте поставщик. И приходит нам наш поставщик и говорит, ребята, вот классно вы будете участвовать на форуме, мы вам предлагаем, давайте поставим пустой стенд. Мы говорим, в смысле пустой стенд? Ну, вот три стены. Две палака нам сзади. Мы говорим, кто к нам придет на такой стенд? Какой врач придет на такой стенд? Мы поставим человека с ярочками. Мы создадим вам виртуальную реальность, в которой можно будет врач в нее погружать. И, конечно, там есть определенные нюансы, это не больше 5 минут. Ну, вообще, да, это, может быть, не больше 5 минут, потому что пока музыка на виртуальную реальность еще не нашла одного уровня, чтобы наш фотк ее вообще сто процентно считывал за реальную реальность. И, значит, мы такие говорим, слушай, ты классно придумал, это кто-то делал, но это испарминг еще пока никто не делал. И мы ставим на большом, очень крутой форуме три белой стены и крупневный форум. Сажаем тогда человека с ярочками, которые вообще приезжают нам в крутую реальность, в которой я вам хочу еще сказать, что ведь виртуальная реальность нам очень не крута, потому что помимо того, что мы знаем, кто к нам пришел, потому что это все считывается виртуальной реальностью, при определенных строках, мы с вами погружаем огромное количество информации, аналитики по поводу того, что этот человек, опять же, не умел посмотреть, что ему понравилось, что не понравилось, и это круто, потому что в онлайне мы с вами не собираем аналитику. Digital – это все, это всегда про аналитику. И, значит, что-то происходит дальше. Первый день, практически до конца мероприятия, наш чел сидит с этими очками в трех белых стенах, и это черная виртуальная реальность не работает. Ребята, просто к нам никто не приходит на сцену, потому что ничего не работает. Это просто пока погромнейший. Но на второй день, слава Богу, все случилось, и за второй день нам пришло людей, и мы планировали, что нас посетят за два дня. И это очень круто. Это тот риск, который мы распилили со своим подключиком, который не побоялся, пришел к нам с этой трансформацией. Ну вот, пожалуйста, на этом я с вами планирую лишь заканчиваю. Спасибо вам большое, что вы меня послушали. И я надеюсь, что что-то полезное вам рассказала. Ну, пожалуйста, рулевому, да, в последующий раз. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо за какой-то эмоциональный доклад. Есть два пара высоколей, отвечаете пока? Пока нет. Вот как задалось. Сейчас микрофон вам кладут. Ребята, спасибо, правда, очень интересный доклад. Меня зовут Ирина, компания «Шторма», что я вас поддерживаю. Фарма, мы, наконец, очень активно писали на данную конференцию. Смотрите, у меня два вопроса. Первый вопрос про «Ибо», как отреагируют внутренние заказчики на физиологическом федерации, раз вы на данный момент еще находитесь на стадии внедрения, то есть, ну, мейлсторн, да, пусть вы внедрили уже полностью или еще частично, да, расскажите, какой статус по внутренним проектам. И второй вопрос, кстати, не в вашей категории, но вполне возможно вы в курсе, а в каталоге вы уже отвели «Ибо», «Ибо» на следующем году. Ирина Криво. Спасибо большое за вопрос. И очень рада видеть коллегу из своей этой насырии. По поводу внутренних клиентов мы просто друг-вух очень хорошо понимаем, да, потому что внутренние клиенты у нас все время противятся изменениям. И так как на системы «Ибо» мы шли через какие-то другие системы, то, в принципе, вопрос мне понятен отвечает. Внутренние клиенты отреагировали позитивно, потому что они там не работают. Там работают только менеджеры с наступком, которые все лендерные процедуры эфицируют именно там. Соответственно, у клиентов внутренних доступа туда нет, поэтому для них проблемы никакой нет. Они просто получают скрин из системы, чтобы лендер завершен такими результатами. Поэтому, собственно, для них ничего сильно не поменялось. Они рады, что мы их партнеры. По второму вопросу касательно каталоги, что сейчас имеется в виду. То есть это какие-то конкретно позиции, либо именно на задумку каких-то юнитов, либо мы сейчас говорим про рейт-карту для маркетинговых категорий. Про интернет-магазин он у нас пока на другой платформе. Более таким, как майс, организация мероприятий, командировки, бизнес-командировки, заказ в канцелярии. То есть вот таких вот он очень хорошо работает. А вы померете переход на Алипу? Мы планируем практически все наши активности перевести на Алипу, за исключением электронного документа ворот, который реализирует за невозможного исключения к тому, что у нас. Потому что мы просили. Понятно. Спасибо. Спасибо. Коллеги, вопросы есть ли еще? Ну что, Евгене, спасибо. Я думаю, что если вы ее изучаете, вы просто сможете на них ответить. Спасибо вам большое. Спасибо.